Сегодня рассказывает начальник госслужбы энергетики и ЖКХ, чтобы сделать перепланировку в квартире или узаконить постройку, нужно провести целый ряд экспертиз. Одним из депутатов же предложено отказаться от проведения госприемки при сдаче построек. Однако в правительстве считают, такого допускать нельзя. И так достаточно, ну как, упрощена процедура узаконивания, упрощена, там очень сокращен перечень документов. А здесь говорится, что вообще. Пришел, посмотрел, кто должен, кто, где на сегодняшний день у нас в Приднестровье есть такой эксперт, который вот чисто визуально может оценить вот эта перепланировка или перестройка, переоборудование. Главный вопрос, который возник у исполнительной власти, будут ли соответствовать перепланировке в квартире прежде всего нормам безопасности. И считают подход депутатов непрофессиональным. В депутатской инициативе упраздняется приемка комиссии перепланировки или пристроенного объекта и другие важные процедуры. Потому заключение правительства отрицательное. Вот именно так представлено, что их просто автоматически должны легализовать. Без всяких экспертиз, без всяких, так сказать, проведения расследований, проведения анализа, насколько вот эти перепланировки, вот эти самовольные постройки соответствуют строительным нормам и правилам. Вот как есть построено, вот амнистируйте и все. Еще один важный вопрос. Реализация в 2013 году госпрограммы по строительству и реконструкции систем питьевого водоснабжения. Виктор Орлов говорит, в прошлом году на базе водоканалов и ПЖКХ всех районов создавались новые предприятия, которые и займутся водопроводами в селах. Впервые такое принято решение, потому что мы создали специально и для этих целей, целей контроля и рационального использования бюджетных средств по программе водоснабжения сел и поселков. Реализация программы в первом полугодии 2013 года будет рассмотрена уже на следующем заседании. И как только ее примут и поступит первая часть необходимых средств, говорит Виктор Орлов, можно будет приступать к работе. Главное, чтобы позволила погода. Татьяна Коркина, Егор Бекерский, Первый Приднестровский.